Субтитры создавал DimaTorzok Можно ли сказать, что писательство для вас – это как беседа с психологом? Конечно, бумага – это и есть ваш личный психолог. Может быть, он не такой дипломированный, но с ним ты по-настоящему можешь быть искренне. То есть это исповедь на бумаге, даже любая ваша фантазия, которая, может, не имеет никакого общего с вашей жизнью, она вырывает тебя из твоей реальности и засовывает в другую реальность. И ты можешь со стороны посмотреть на свою ситуацию. Ты можешь эту ситуацию описать на бумаге. И мне кажется, ты потом возвращаешься в свою реальность такая осознанная, счастливая. Как будто побывала в путешествии. Да, почему нет? Или как будто бы тебя любили. Лет 40 назад, если бы вы сказали, что вы писатель, все бы сказали, что круто, это здорово, замечательно. Сегодня, в 21 веке, в веке цифровизации Ютуба, действительно, сегодня огромное количество профессий. Но когда ты слышишь, что я писатель, а еще и писательница, а еще и в Казахстане, действительно ли читает сегодня казахстанский житель, что он читает, а сколько это востребовано, и как вы нашли себя вот в этом? Я долгое время не говорила, что я писатель, я говорила, что я юрист национальной компании, кем я и была очень долгое время. Мне казалось, что это не триггернет человека, он не посмотрит на тебя, как на снежного человека. И это может не пропустить мимо ушей. Но с некоторых пор, когда у меня начали появляться рассказы, которые начали публиковаться в литературных журналах, авторитетных журналах, когда меня начали признавать коллеги по ремеслу, пришло у меня вот это осознание, ну что все, можно и признаваться в грехе. Я писатель. Я знаю, какое это вызывает реакцию. Некоторые переспрашивают. То есть раньше я привыкла к тому, что когда ты говоришь, что меня зовут Унзила, они три раза спросят перед тем, как запомнят это имя. Но теперь это я еще усложнила. Унзила писатель. Мой муж к этому, например, относился всегда как к чему-то романтичному, например. Потому что он думал, ну, надо, наверное, жить так круто, что и у тебя есть время писать, когда-то мне рисовать. Я нашла благодарного читателя, которого я нашла в своем муже. Соответственно, это дало мне какой-то дополнительный импульс. Я на самом деле, когда еще была маленькая, я всегда мечтала стать писателем. То есть вот некоторые мечтают стать актрисой, там, не знаю, певицей, да? Космонавтом. Президентом. Да, президентом. А у меня было, что я хочу быть писателем. Я прям представляла, что на мне будет белая какая-нибудь водолазка, я буду в каком-то деревянном срубе сидеть, передо мной печатная машинка, там озеро, листопад осенний, да? И я буду писать, да. В моих представлениях мне было примерно за 60, а то и 70. Желательно борода, чтобы, ну, смахивать за Толстого, и чтобы меня воспринимали всерьез. А время-то идет, и 30 лет я сижу главным менеджером национальной компании, юристом. И получается, день ото дня я занимаюсь тем, что проверяют договоры на грамотность русского языка. Надвигался третий декрет, третий ребенок в животе. Там осень вовсю, настроение примерно, как сейчас в Астане, в общем. Легкая хандра, да? Да. И ощущение того, что жизнь проходит. А ты до сих пор не делаешь то, что ты хочешь делать. Ну, ждать до 60-70 лет, чтобы борода отросла, и вот это все. Казалось мне... И вы, конечно, переехали в сруб, да? Сруб, да, построить его, еще переехать на эти озера, блин. Озер, листопад, чтобы. Чтобы в это время обязательно и падали эти листочки. В общем, это слишком долго показалось. А тут пандемия, мой декретный период. И начались эти робкие шаги, эти литературные школы, литературные премии. Одно за другим повлекло к тому, что, оказывается, в 32 можно быть писателем. И к чертям собачьим все эти шаблоны. А тут, оказывается, можно писать в жанре трагифарс, которым я и пишу. Это бытовые нарезки из жизни. Каждая история... У вас есть история, у меня есть история, у оператора есть история, у всех есть история. Ее нельзя обесценивать. Она не должна быть размахом, как война какая-нибудь, чтобы о ней писать. Даже в том, что каждый день, я не знаю, мужчина перед тем, как ехать на работу в дом министерств, как госслужащий, да, собирает троих детей, одевает. И они все едут толпой вот в эти садики, пробки. Это тоже маленькая жизнь, это маленькая история. И когда я ее говорю, вы это представляете примерно, да? А вы в то же время представляете, может, о чем-то он мечтает? Может, вот в этом жана Казахстане, да, он мечтает о чем-то, да? Почему он возит вот в этот садик тангмен жарсоб, да, чтобы в 7 утра запихнуть детей, чтобы успеть на работу? Он о чем-то же мечтает? Может, он и мечтает, чтобы там, не знаю, детей своих поднять? Он хочет быть в их жизни, и из-за этого он это делает, а не супруга его. Да там можно это все так раскрутить, что можно быть полезной и для своего читателя. Чтобы, прочитав эту книгу, он не только понял, что чувства одинаковые, да, о том, что не все так потеряно, что вокруг нас есть люди, которые горят патриотизмом, отцовскими инстинктами, там, не знаю, верностью супруги, да, даже неверностью. В нем же так много смысла, да? И это все есть обычные вещи. Вы человек творческий. Да. Как справляетесь с отсутствием вдохновения или не сталкивались с этим? Если черпаете где-то вдохновение, то где и как? Я хочу верить, что вдохновение – это не какая-то там капризная дама, которая приходит, уходит. Вдохновение у писателя – это тренировки, это дисциплина. То есть если каждое утро я сажусь перед компьютером, я не могу это время просто сидеть. Я хоть что-то должна писать. Хоть три строчки на это должна написать. Не важно, как это получилось. Ты пиши, пиши, пиши. То есть тебе, если Бог поцеловал так, да, дал какой-то там, не знаю, какой-то интерес к этому, она не может сегодня быть, завтра не быть. Она есть всегда. Каким вы видите своего сегодняшнего читателя? Мой читатель – это женщина, которая выбирает себя. Что вот ей для духовного, для гармонии в душе сегодня надо почитать. Тогда она добрая мама, верная жена, преданная кельн и все дела. Мне хочется верить, что это образованная, выбирающая себя женщина. И можно ли сказать, что сегодня вы своего рода такая отдушина, психотерапия для казахстанских женщин, чтобы они почувствовали себя похожими на тех героинь, которых вы описываете? Мне хочется в это верить. Мне хочется в это верить, что в этом ценность того, что я делаю. Что я помогаю женщинам. Это, наверное, моя самая амбициозная мечта, миссия. Но это в то же время моя душина же. Ведь я же пишу сначала из эгоистичных чувств, самой выговориться, чтобы сама почувствовала, прочувствовала это счастье, эту жизнь, эту горе, эта радость. И если это откликается, это как бы вторичная выгода моя. А какой бы вы дали совет себе, если бы у вас была возможность встретиться с собой 18-летней? О, ты офигенная девица, дерзай. Все у тебя получится? Делай, как считаешь. Вот вообще у тебя все четко идет. Классно, Саня. Жанна Хазахстан, каким вы его видите? Каким бы вы его хотели видеть? Ну, я верю в то, что это не то, что спущено, не то, что спустится сверху. То есть, когда назначают каких-то людей на какие-то позиции, и мы все сидим и ждем. Вот сейчас будет жанна Хазахстан. Мне кажется, это не то. Это не то, это не программа какая-нибудь, расписанная на 20-30 лет. Это не люди, которые должны его исполнять. Мне кажется, это все мы. То есть, если ты хочешь что-то изменить для своего потомства, для своих детей, для себя в будущем, прямо вот сейчас, займись своим делом. Если ты нашел свое дело, ты не можешь быть плохим в этом. То есть, ты будешь прекрасным работником, прекрасным создателем, творцом, производителем и так далее. И представляете, если каждый будет делать свое дело. Правильный человек занимается правильным делом, снимает, например, такие репортажи. Кто-то там занимается дизайном интерьеров. Это его дело, он это делает. Это все мы будем шикарно жить. И нам не нужно будет уповать на коррупцию, на чиновников, на не те программы, на не те президенты, на какие-то сравнения с Дубаем или Китаем. Все от нас, все внутри нас. Жанна Хазахстан – это мы. Если ты хочешь что-то изменить, измени себя. То есть, Жанна Хазахстана – это люди, которые постоянно шлифуют то, что они делают. И делают это лучше, чем они вчера. Да. Ждем новых произведений. Спасибо. Неважно, какого жанра. Главное, продолжайте творить, писать, удивлять. Ну, а я желаю вам сегодня хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.